Теперь официально. В 2021 в силу вступил закон о прямых выплатах. С 1 января больничные и декретные югорчане получают из фонда социального страхования. На перечисление этих пособий направлено уже более полумиллиарда рублей. В нашем округе нововведения коснулось порядка 39 тысяч работодателей и 800 тысяч сотрудников. Специалисты ФСС отмечают, что старт прямых выплат прошел в штатном режиме. Большинство нанимателей в регионе уже сориентировались в новом формате взаимодействия. Для самих работников практически ничего не изменилось. Предположим, работник, гражданин был на больничном. Он должен принести свой листок временной нетрудоспособности также работодателю. Либо если это был электронный листок, то обычно в поликлинике в больнице выдают талон. Далее работодатель в течение пяти календарных дней должен направить в фонд социального страхования электронный реестр. И с момента получения такого электронного реестра фонд социального страхования пособие выплатит в течение десяти календарных дней. Выплата поступит на счет, который работник указал в заявлении. Таким образом, в первой неделе года фонд социального страхования перечислил югорчанам свыше 528 миллионов рублей. Самая большая сумма пособия по временной нетрудоспособности – больше 283 миллионов. На втором месте выплаты по беременности и родам – это более 66 миллионов рублей. Около трех миллионов пришлись на единовременные перечисления, положенные при рождении детей. В соответствии с действующим законодательством фонд социального страхования также напрямую будет выплачивать пособие до полутора лет мамочкам, которые сейчас находятся в таком отпуске до полутора лет. В соответствии с законодательством пособие выплачивается в месяце, в следующем за месяцем выплаты. То есть пособие, которое причитается за январь, будет выплачено с 1 по 15 февраля.